Мы продолжаем сейчас рассказывать, что нам Бог ответил на наши вопросы. Я сейчас повторю еще раз вопросы быстренько. Значит, Наталья Валькин спросила, что ей нужно делать, чтобы получить крещение Святым Духом. Значит, Лена спрашивала, какие есть препятствия в том, чтобы проповедовать и как от препятствий этих быстро избавиться, что нужно, чтобы проповедовать, служить людям, когда Бог гневается и за чего Он гневается, когда Бог проявляет милость, когда Бог бывает строгим. Это вот от Лены были вопросы и от Тани вопросы, какие главные и другие ошибки она делает, когда пытается евангелизировать людей, ошибки, которые негативно сказываются на ее общении с человеком и вообще на всем. Что Тане мешает эффективно проповедовать, служить людям и как от этого можно быстро избавиться от того, что мешает. Что нужно самое главное для успешной и эффективной евангелизации людей. Дальше. Четвертый вопрос. Если Таня видит больного человека на улице или где-то в другом месте общественном, как ей нужно себя вести? Нужно ли обязательно подойти? И если подойти, то как предложить помолиться за его исцеление так, чтобы он согласился, не испугался, не убежал, а понял правильно Татьяну? И последний вопрос. Как правильно молиться, чтобы у Тани или у кого-либо другого появился новый зуб зубы? Что нужно задействовать для того, чтобы произошло чудотворное появление нового зуба? Почему раньше, когда я молилась или кто-то за новые зубы у меня молился, то они не появлялись? В скобочках. Может чего-то не хватает в наших молитвах именно за новые зубы? И я даю слово Татьяне. Она сейчас расскажет, что она получила от Бога, какие ответы на эти вопросы. Слышно? Слышно? Да. Я говорю, что ей мешает страх, нежелание выходить из зоны душевного комфорта. Страх нужно выгонять и распоминать свою плоть. И что нужно, чтобы проповедовать, сильное желание проповедовать и служить людям. Желание им помочь, Божья любовь к ней. И пусть Лена просит меня наполнять ее любовью Божией к людям. И пусть Лена начнет видеть в каждом человеке меня, ну, Хисуса Христа. И Бога гневает нарушение забоведей, пренебрежение Богом, людьми и неуважение к людям Богу. Да, я за козу мы когда идем? Да. Короче. Бог проявляет милости, когда видит чистое сердце человека и искреннее желание справиться, искренне имитивно. Насчет того, что Бог бывает строгим, что Он иногда через строгость это воспитывает от человека. И Божья строгость, это обычно из Бога не из-за ненависти, но из-за любви к человеку, чтобы как бы его исправить, чтобы он не пошел в ад. Про меня первое, то что я тороплюсь подойти к людям, не обдумываю, что буду говорить, говорю лишнее, не выслушиваю до конца людей, перебиваю их, подхожу к человеку не из правильных мотивов, часто из-за страха, из-за страха, что я не подойду, не помолвусь или что-то такое, и не будучи в совершенном мире в сердце, то есть подхожу без мира, без совершенного мира. Второе, это что мне мешает импульсировать, это не торопливость, несерьезность, слегкомысленность, нежелание выходить из душевного комфорта, неуспешные попытки евангелизации в прошлом, и отсутствие искреннего желания помочь людям, эгоизм. И чтобы избавиться от этого, нужно воспоминать свою плоть, принять решение заниматься этим делом серьезно, и всегда быть готовым служить людям в любых обстоятельствах, и подготовить свою душу для этого, думать и осмыслить то, что говорить, то, что нужно говорить людям, и всегда пребывать в Божьем мире. И самое главное, это сильное желание, чтобы служить людям, чтобы евангелизация была успешной, и самое главное, это сильное желание, и самое главное, быть наполненным Богом, Божьим миром совершенным и любовью. И насчет человека, если все вечера больного, нужно помолиться, а, нужно помолиться и понять, молили Бога, чтобы к нему подходить. Нужно смотреть на мотивы своего сердца и не подходить из-за страха, что если я не помолюсь, то Бог меня накажет или что-то в этом роде. И нужно, как бы, чтобы был мир в сердце. Если у меня есть мир и есть желание, то можно подойти и начать, как заговор вежливо, с улыбкой, так как написано вручение в евангелизации. И если это дело от Бога, но если воля Бога была, чтобы я за Него помолилась, то этот человек согласится, чтобы я за Него помолилась. Это все. Спасибо. Теперь я расскажу, что мне Бог ответил на эти вопросы. По поводу Натальи Вальки, Бог сказал так. Ну, она спрашивала, что нужно для того, чтобы получить крещение Святым Духом. Бог сказал так. Нужно сильное желание получить крещение Святым Духом. Чистое сердце и правильное учение. Пусть обратится к Тане за рекомендациями. Я крещу ее быстро. Теперь по поводу Лены, Бог ответил так. Леночка, дорогая дочь моя, для евангелизации нужно сильное желание. Это самое главное. Еще важны знания, правильная стратегия. И нужно быть смелее, откинуть всякий страх. Я Бог милости и любви. Это уже дальше, наверное, когда Бог оказывает милость, когда Бог строгий, когда Бог гневается. Вот на эти вопросы. Я Бог милости и любви. Я очень долготерпеливый Бог. Человеческие грехи я терплю до последнего. Даю человеку время исправиться, покаяться. Но когда я изливаю гнев, это уже мои суды. И это приведет к смерти. И уже никакие молитвы не спасут. Будет уже поздно. Я строг к сознательным грешникам в том, что не помогаю им, не отвечаю на молитвы. И по поводу Тани. Первая фраза, которая состоит из двух слов, звучит так. «Ты спешишь». Дальше. Это Бог говорит Тане все вот это. Все он говорит. «Ты пытаешься в короткое время втиснуть много информации. У тебя сильный напор, который люди воспринимают как прессинг, духовное давление. Разговор с собеседником должен быть спокойным, приятным. Обменивайтесь фразами, как в пинг-понге. Главная твоя ошибка – это торопливость и духовное давление. Разговор должен быть приятен и интересен обеим сторонам. Для успешной евангелизации нужно спокойное общение, а не бешеный напор. Никто тебя не заставляет... Это дальше по поводу больных. Нужно ли подходить, если видите, что больной человек. Бог говорит так, отвечает. Никто тебя не заставляет подходить больным людям. Если ты насилуешь себя в этом вопросе, у тебя не будет мира и ничего не получится. Служить исцелением должно исходить из сердца. Должно быть смелое, непреодолимое желание подойти к человеку и помолиться за него. Тогда исчезает всякий страх и по твоей вере придет исцеление в тело человека. А вообще в исцелении нужно практиковаться. Чем больше вы будете молиться за больных, тем быстрее будет приходить исцеление. Не надо бояться спрашивать у людей, можно ли помолиться за их исцеление. И не нужно смущаться, если человек отказывает. Он сам лишает себя благословений. Подходить к человеку всегда нужно с улыбкой. Это располагает. Теперь по поводу зубов. Почему зубы не исцеляются? Бог очень оригинально ответил. Просто очень удивительным образом. Бог ответил так. История с зубами самая сложная. Здесь кроется одна опасность. Если люди узнают, что Бог дал тебе новые зубы, начнется огромный наплыв. Люди ради получения новых зубов будут каяться. Но после получения новых зубов тут же будут отступать от Бога, предав меня. И дьявол их будет утаскивать в ад. Поэтому я пока придерживаю дар чудотворения в вашей группе. Ну, именно зубов имеется в виду. Но это не навсегда. Молитесь и просите этот дар. И вы получите. Вот так. Ну все. Я тогда заканчиваю эту запись. Поехали. Поехали.